И вопрос был как раз в тему в чате, что как Хольгер планирует свои цели. То есть он ставит какие-то сроки, дедлайны на свои цели или просто делает до тех пор, пока не достигнет. И Хольгер говорит, да, конечно, естественно, как только я достигаю одну цель, я, естественно, сразу начинаю думать о следующей. И, само собой, ну, какое-то ограничение по времени в планах тоже у меня есть, естественно. Дедлайны – это тоже такой важный момент. Но про цели я чуть позже буду говорить в этом вебинаре. В принципе, можем начать. The first thing that you need is a vision board. You must have a vision board about your targets in the future. И первое, что нужно сделать, это доска мечты. То есть вам нужно, вам нужно, вот, ну, создать свою картинку, вот, чего вы хотите достичь. Такую доска с фотографиями. И вот это как раз будет вашим домашним заданием. Вам нужно создать свою доску мечты. Посмотрите в интернете какие-то картинки, вот, что бы вы хотели достичь, где бы вы хотели побывать. И сделайте, вот, свою вот такую картинку, доску мечты. I have done this many times in my career, to create a vision board. And then, step by step, year by year, everything becomes true. And now, everything on my vision board is now true. Ну, и сейчас, по сути, в принципе, все, что я когда-либо там на свою доску мечты добавлял, оно уже реализовалось. Оно вот стало реальностью. Yeah. The last big thing, you know, was my new villa. This was my main target the last five years. Из недавних таких вот целей, которые я перед собой ставил, это была моя личная вилла. Это вот то, что, тот проект, который я последние пять лет реализовывал. Yeah. And now, some months, it's ready. Yeah. And it's, 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 it's definitely like a dream. Ну, и, да, это, конечно, это мечта. Every day when I wake up, I say, hey, wow, LR, I love it. И каждое утро я просыпаюсь и говорю, wow, LR, обожаю. Yeah. And now it's up to you to realize your dreams. Ну, а теперь это вот настало ваше время реализовать ваши цели. Yeah. And, yeah, you know, my family. Yes. The problem is the mindset. If you are young, then you have dreams. И вот на самом деле, знаете, основная проблема у многих людей, вот, это как раз образ мышления. Потому что, когда ты молодой, у тебя вообще вся голова забита. Мечты, много чего хочешь, такие цели большие. Yeah. Young people have dreams. У молодых людей есть мечты. Но, когда ты становишься старше, по мозгам начинает долбить реальность. Ты понимаешь, что, ну, блин, не Феррари, будет Гольф у тебя машина, Вольксваген. Ну, да, и живешь ты не на вилле, а в домике, там, в панельке, в квартире, в однокомнатной. And, yeah, no dream holidays, no something like that. Ну, и понимаешь, что, да, реальность, конечно, да, это там не отдых на Мальдивах, а вот такой вот пляжик, такой забитый. Ну, че. And the problem is that the most people are working in the wrong system. И проблема вот с этим, потому что, в чем, в чем заключается, в том, что большинство людей, они работают в неправильной системе. Yeah. If you are working as an employee, then you have no chance to make a big career. Если вы работаете по найму, как сотрудник, и только этим занимаетесь, ничем больше, то, ну, практически без шансов какую-то большую карьеру-то выстроить, ну, прям, что-то серьезное в своей жизни получить. Yeah. And as an employee, we have no chance to become rich. Yeah. You are running and running and running, but don't earning money. На работе по найму шансов разбогатеть ноль. Вы просто как бы бежите по кругу, по кругу, по кругу, и, в общем, больших денег там не заработаешь. And the most people are working only to earn the money for their fixed cost. И большинство людей, по сути, они ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги, которые тут же потратить на ежемесячные расходы. Остается ноль. Все. Yeah. So, you must understand that you are working in the wrong system. And this is my understanding from LR. LR is the chance to break out of the normal system. И вот это вот мое понимание бизнеса с LR. LR – это шанс вырваться вот из этой вот, ну, как сказать, нормальной системы. В кавычках нормальной тогда. Yeah. And this is what you must understand. Yeah. It's your chance to break out of the usual life. And what you need are real targets. And the next topic is very, very important. I think it's 80 or 90% of your success. Yes. И то, что вам нужно, это иметь реальные цели. Настоящие. И вот следующая тема, она как раз поэтому очень-очень важна, потому что она отвечает, я бы сказал, за 80-90% вашего успеха. Yeah. Because the most important thing is your mindset. Потому что самая важная вещь – это ваш образ мышления. Okay, Андрей, can you hear me? Yes, yes, I can. It's okay. шаг номер один нужно ваши цели зафиксировать пожалуйста запишите ваши цели например выйти на третий уровень фаст трека в этом году хочу и если вы пока еще там не вошли в фаст трек возможно у вас будет такая цель хочу стать вашим лидером группы следующий шаг 2 вам нужно представить что вы с этими деньгами будете делать прочувствуйте это вам нужно прямо четко представлять как вы потратите эти деньги нужно вам к этой цели привязать какую-то эмоцию и вот допустим условно говоря если ты олимпийский спортсмен то вот ты представляешь как ты соревнуешься потом выигрываешь и такой красивый стоишь на пьедестале и у тебя там медаль вручают и ты такой то есть нужно вот сначала у себя в голове почувствовать себя успешным так что вот теперь у вас такая домашняя работа будет во первых запишите ваши цели а потом вот распишите эмоции которые вы почувствуете в момент когда вы эту цель достигнет может быть вы распишите вот такие знаете эмоции ощущения что вы чувствуете когда вы получаете ключи от машины корпоративные и ваши партнеры вокруг и все так круто но не забудьте потом третий шаг вам нужно подумать о том какие возможны препятствия на пути к этой цели и как раз следующий шаг четвертый это составить план каким образом я буду с этими препятствиями справляться как я их преодолею и иногда полезно например заключить с собой договор контракт самим собой потому что у каждого бизнеса у каждого обычного бизнеса классического есть время работы и вот для бизнеса слр вам тоже нужно определить часы работы вот я работаю в бизнесе лр допустим вот в этом это время если вы ожидаете какие-то другие препятствия или вот вы понимаете что будут какие-то другие препятствия и вы сами не можете придумать решение позвоните вашему лидеру организации посоветуйте с ним но вот эта формула это лучший способ ставить цели так что пожалуйста сделайте это в качестве домашнего задания ну и затем по сути это время для того чтобы вы приняли решение пора принять решение